Добрый вечер, Добрый вечер. Спасибо большое, что согласились на интервью. Я очень рад видеть вас в здравии, улыбающемся, я так понимаю, на боевом пасту. Я сейчас в Ургенче, в Харизмской области. Я, откровенно говоря, с момента, вот как я заступил на новую позицию, я еще у себя в кабинете был, сколько, три раза, наверное, может быть, четыре, полтора месяца. Мы все время ездим по регионам и, несмотря на вот эту ситуацию сегодняшнюю, мы считаем, что мы, я имею в виду в правительстве Узбекистана, естественно, поручению президента, мы считаем, что очень важно сейчас обеспечить беспрерывность функционирования и деятельности наших предприятий, экспортеров, предпринимателей. Поэтому вот мы ездим по регионам. Я вчера прибыл в Харизмскую область, до этого мы пять дней были в республике Каракал-Покстан. Я вас как раз хотел поздравить с этой новой позицией. Я не знаю, при назначении людей на какие-то высокие позиции, я их не поздравляю, потому что я понимаю, что это дополнительная блюда соответственности, огромная блюда соответственности, я лучше, скажем, сочувствую таким людям. Но вас я все-таки поздравляю, потому что я думаю, что эта позиция позволит вам больше, даст больше возможности для реализации своих идей и продвижения рекордов. Мы на это очень надеемся. Юрий Батырич, вам спасибо за теплые слова. И мы с вами неоднократно встречались раньше, поэтому, в принципе, мы знакомы. И поэтому мне очень приятно, что вы так вот позитивно, в позитивном ключе меня поздравляете все-таки. И да, действительно, это большая ответственность, это очень большое доверие. Тем более, это произошло буквально вот в преддверии вот этого нашего введения требований по карантину, в преддверии, когда мы начали непосредственно в Узбекистане чувствовать влияние вот этих процессов, связанных с пандемией коронавируса. Поэтому это большой вызов для меня лично, личный вызов. Но я надеюсь, что вместе с нашими коллегами, вместе с партнерами, в том числе иностранными, вместе с гражданским обществом, к коему я все-таки отношу где-то и вас, и ваших коллег, мы и будем исправиться. Мы все на это надеемся. Продолжая тему назначения на дозу, у меня, если позволите, первый вопрос. Больше года назад, насколько я помню, в конце января, вы были назначены на позицию министра инвестиции внешней коронавируса. И вот вопрос, следующий, что за этот год с небольшим вам удалось сделать, может быть, с чем-то можно похвастаться. С другой стороны, что не удалось реализовать, почему, какие проблемы в связи с этим возникали. Может быть, даже какие-то ошибки были допущены. Я думаю, что ошибки – это тоже хорошо и полезно. Как нас учил Александр Сергеевич, наш классик, опыт сына ошибок чудных. Он их чудными называет. То есть я не думаю, что это как-то зазорно даже об этом делать. Но прежде всего о достижениях и о том, что не получилось сделать за этот год с небольшим. Ну, очень хороший вопрос, на самом деле. И я присоединяюсь к вашему мнению по поводу ошибок. Без ошибок мы не можем добиться, наверное, какой-то работы над собой. Не можем самосовершенствоваться. Без ошибок не бывает никакого процесса. Поэтому главное, знаете, это чтобы эти ошибки не приводили к каким-то непредсказуемым, либо процессом, который невозможно будет потом вернуться в пять. И второе – это, конечно, главное. Из совершенных ошибок нужно делать правильные выводы. Тем, чтобы эти ошибки не повторялись. Более того, чтобы не только эти, но и другие, которые могут привести к каким-то серьезным последствиям, ошибки не допускались. Поэтому здесь ничего страшного нет. И я в этом с вами согласен. Что касается вашего вопроса, вы знаете, это очень серьезный вопрос. Наверное, все-таки рано еще говорить о каких-то достижениях, учитывая, что мне было оказано высокое доверие, и я был назначен министром инвестиций и внешней торговли чуть больше года назад. Это было в конце января прошлого года. Поэтому, ну что я могу сказать? Единственное, наверное, самое важное, что все-таки вот в этот период реформ, в этот период трансформации всех сфер жизни общества, экономики страны, я думаю, что это очень было, наверное, правильно создать отдельное государственное ведомство, отдельное министерство, которое бы занималось именно вопросами привлечения инвестиций, вопросами внешней торговли. На самом деле это ведь очень взаимосвязанные вопросы. Другое дело, что здесь, конечно, вот если весь процесс рассматривать в комплексе, то очень много еще других компонентов, которые, наверное, тоже непосредственно связаны друг с другом. Ну, я единственное могу сказать, наверное, это, конечно, не столько, наверное, моя заслуга, сколько всех вместе коллег, наших предпринимателей, экспортеров, инвесторов иностранных. И, конечно же, это заслуга больше той системной, наверное, работы, которая проводилась в Узбекистане, начиная с конца 2016 года, потому что инвестиции, особенно иностранные, это всегда доверие. Доверие иностранных инвесторов, партнеров. Поэтому, ну, если мы посмотрим на цифры, допустим, то да, вроде, можно говорить о больших каких-то, наверное, достижениях в прошлом году, но, опять-таки, это не столько мои какие-то достижения, сколько в целом, наверное, республики. То есть у нас в прошлом году, допустим, объем привлеченных иностранных инвестиций вырос более чем в три раза по сравнению с годом ранее ситуации. Экспорт у нас вырос почти на 30%. Поэтому, то есть объемы внешней торговли растут, инвестиции идут. Это в целом, это очень хороший, наверное, показатель, хороший знак. Вы спросили о недостатках либо каких-то ошибках. Я бы сказал, наверное, что все-таки не столько об ошибках хотел бы говорить. Ошибки, конечно, были, в том числе и мои, личные, потому что мы все люди, мы все совершаем эти ошибки. Для нас много неизвестного, когда мы вступаем на какой-то новый путь или получаем какое-то новое направление деятельности. Но я бы хотел сказать, что, наверное, в широком смысле, в таком большом, если говорить о сегодняшней ситуации по инвестициям, по внешней торговле, весь прошлый год мы пытались создать некую систему, которая позволит работать нам не в режиме ручного управления, знаете, а чтобы были системные механизмы, которые позволяли бы и привлекать инвестиции, и не только их привлекать, знаете, как самоцель, с точки зрения того, что инвестиции должны идти в те приоритетные отрасли, в те, по тем направлениям, которые действительно являются перспективными, которые дадут свои результаты в виде добавленной стоимости, в виде создания рабочих мест, в виде создания новой инновационной экономики, высокотехнологичной экономики, высокотехнологичного производства. Поэтому в этом плане, конечно, пока еще нам еще есть над чем работать, то есть ведь привлечение инвестиций, к примеру, это напрямую связано с инвестиционным климатом. А, скажем, внешняя торговля, это тоже очень серьезное направление, и мы в прошлом году, если уж говорить о достижениях, это не столько достижения, сколько, я думаю, это продолжение тех инициатив, которые были выдвинуты в первую очередь главой государства, ну и были уже частично реализованы, либо началась их реализация до прошлого года еще. Это то, что мы полномерно решали вопрос, продвинулись по, допустим, направлению вступления во всемирную торговую организацию, продвинулись по двусторонним договоренностям, которые позволяли бы нам увеличивать объемы взаимной торговли с нашими основными торговыми партнерами, которые позволяли бы нам снимать барьеры в торговле, в экспорте, в импорте. Дальше, что еще? Был создан совет по тарифному и нетарифному регулированию внешней торговли и под руководством моим. И нам удалось запустить работу этого совета. Есть отдельные направления, допустим, работа с международными финансовыми институтами. Она тоже координируется в Министерстве инвестиций и внешней торговли. И здесь нам удалось, конечно, выстроить очень серьезные отношения с основными нашими партнерами, допустим, с Европейским банком реконструкции развития, с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, с Азиатским банком развития, со Всемирным банком, с Исламским банком развития, со всеми этими другими институтами. Нам удалось в прошлом году построить работу на долгосрочной основе. То есть мы с ними буквально согласовали некие дорожные карты нашего дальнейшего сотрудничества, причем не декларативного характера, а там конкретика, что мы делаем, как мы делаем, что нам нужно, что нам не нужно, где мы видим поддержку, где нам нужно финансовое содействие, где нам нужно техническое содействие, где нам нужно консультационное какое-то содействие и так далее. То есть мы со всеми нашими основными партнерами международными финансовыми институтами и, кстати, не только международными, но и иностранными правительственными финансовыми организациями нам удалось выстроить такую системную работу. Вот в этом плане это, конечно, придает нам определенное удовлетворение. Но все равно работы еще много, работать надо, я думаю, еще очень много, потому что на самом деле вот я езжу по регионам, и так сложилось, что мне, наверное, повезло где-то, потому что я со второй половины прошлого года и вот до сегодняшнего дня очень часто выезжаю в регионы, в области, в районы, в города, в кишлаки, на фермы, на предприятия, общаюсь с предпринимательскими кругами, я думаю, это очень полезно, потому что мы весь год прошлый пытались выстроить вот эту систему взаимодействия с бизнес-сообществом, потому что ведь самое важное и в привлечении инвестиций, и во внешней торговле, это то, что эти процессы невозможно регулировать, как я выше говорил, в режиме ручного управления. Должна быть системность и должны быть условия, должна быть среда. Тогда все это будет работать. Спасибо большое, Савор, я с вами 100% согласен именно по поводу системности и создания своих условий. Если можно, мы чуть попозже более подробно об этом поговорим. Сейчас несколько таких горячих вопросов, связанных с текущей ситуацией, связанных с пандемией, связанных с карантином. И первый вопрос из этой серии – это что у нас происходит с внешней торговлей, с привлечением у нас разных инвестиций вот в этих текущих и простых условиях? Что касается инвестиций, ну мы вот смотрим на цифры. Итоги первого квартала у нас по инвестициям, в принципе, показатели пока удовлетворительные. То есть мы добились определенных результатов, которые, в принципе, оправдали наши прогнозы, наши ожидания. Но это, конечно, в большей степени из-за того, что этот процесс, он постоянный, привлечение инвестиций, те проекты, которые мы планировали и начали реализовывать с нашими партнерами из других стран, они как бы по инерции, что ли, продолжали реализовываться. Оборудование приходило, иностранные инвестиции приходили в страну, предприятия запускались. И поэтому мы ожидаем, что самый большой вызов для нас в части привлечения инвестиций, в части поддержки интереса наших иностранных партнеров, в продолжении тех проектов, тех начинаний, о которых мы с ними договаривались заранее. Это, конечно, вызов во втором квартале текущего года. Поэтому вот сейчас апрель. Нам тяжело сейчас ежемесячно оценивать ситуацию с привлечением инвестиций, потому что у нас статистика, она ежеквартальная. Но, в принципе, оперативными данными мы обладаем. Вот сейчас закончится апрель, и мы посмотрим, какова у нас картина по итогам четырех месяцев текущего года. Я сейчас еще вернусь к инвестициям. А что касается внешней торговли, то объемы и экспорта, и импорта у нас по итогам первого квартала, конечно, немножко снизились по сравнению с прошлым годом, хотя мы планировали увеличение. И у нас, в принципе, ежегодно наблюдался рост с 2016 года и вот до сегодняшнего дня. Экспорта, допустим, экспорт у нас в 2018 году, допустим, вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году на, если быть точным, 24%, почти 25% рост был. Ну вот сейчас у нас в первом квартале получается порядка 10% спад экспорта и примерно столько же в объеме импорта. То есть на внешнюю торговлю ситуация с пандемией, а точнее ее негативное влияние на мировую экономику, на состояние международной торговли, это, безусловно, отразилось на нас, и мы заметили определенное снижение. Ну, при всем при этом я бы хотел отдельно отметить, что мы, исходя из этого, из вот тех фактов, о которых я говорю, предпринимаем целый ряд мер. Я не хочу сейчас говорить о мерах системной поддержки, о антикризисных мерах, потому что все об этом знают, и вы, естественно, в первую очередь тоже. Больше, наверное, лучше я остановлюсь на каких-то других направлениях, о которых, может быть, и вы, или другие наши коллеги не знают, либо не имеют полной, не обладают полной информацией. Дело в том, что мы изначально в Узбекистане ставили вопрос, знаете, как за границей, вот я общаюсь очень часто сейчас с партнерами примерно в таком же формате, как с вами, иностранными, либо с международными нашими партнерами из международных организаций, с финансовых организаций. Очень часто я слышу, что многие правительства сталкивались с дилеммой, это, знаете, по-английски говорят, to save lives or to save jobs, то есть спасать нужно жизни людей или спасать нужно рабочие места. Я бы, исходя из этого, поставил вопрос так, что в Узбекистане мы никогда не ставили вопрос о том, что мы можем идти на компромисс со спасением, условно, конечно, жизни, ради сохранения рабочих мест. Но, сказав это, я не могу не отметить, что в то же самое время, безусловно, приоритет для нас, для правительства Узбекистана – это здоровье людей, это недопущение дальнейшего распространения этой инфекции, этого вируса COVID-19. И в этом плане, я думаю, что Узбекистану, кстати, Узбекистан на фоне очень многих стран мира и стран региона и СНГ выглядит довольно неплохо. Я думаю, что это как раз результаты очень, во-первых, быстрых мер, которые правительство стало реализовывать, вот в этом направлении. Во-вторых, это, конечно, дисциплина, которая требуется для того, чтобы обеспечить, остановить вот это дальнейшее распространение вируса. И, кстати говоря, очень многие международные издания, издания стран СНГ отдельно подчеркивали, вы, наверное, тоже видели это в интернете, о том, что уровень дисциплины населения Узбекистана, даже города Ташкента отдельно говорили, он на таком уровне, которому можно позавидовать и так далее. Конечно, не все так гладко, не все так просто, но в целом я считаю, что нам удалось где-то изолировать, наверное, этот вирус и взять под контроль, скажем так, процесс. И в этом плане мы, естественно, никогда не пойдем на компромисс в части здоровья людей. Но в то же самое время у нас есть четкое понимание, что мы не можем жить одним днем. И мы должны думать о том, что будет дальше. Понятно, что еще никто не знает, что будет с этой пандемией. То есть когда она завершится и завершится ли? Ну, мы надеемся, что, конечно, завершится. И есть такие прогнозы, что это закончится где-то в начале июня или в конце июня. Но есть также пессимистичные прогнозы о том, что даже если это летом пойдет на спад, то осенью опять может возобновиться. И так будет, пока не будет разработана вакцина. Ну и так далее, вы все это знаете. Поэтому, исходя из этого, мы, конечно, планируем различные сценарии в части экономики, экономического развития. Я бы даже сказал социально-экономического развития. И у правительства Узбекистана с самого первого дня, то есть перед правительством Узбекистана, с самого первого дня введенного карантина, президент поставил четкую и ясную задачу. Необходимо обеспечить всеми мерами здоровья, охрану здоровья населения Узбекистана. Но в то же самое время необходимо найти здравый баланс между жесткими мерами карантина, которым все должны следовать, и мерами, которые необходимо предпринимать для того, чтобы экономика не остановилась. Мы ведь понимаем, что в условиях Узбекистана, где вот впервые, кстати, в начале этого года руководителям страны были обозначены новые цели, связанные со снижением бедности в стране, где определенная доля населения живет за чертой бедности, где пока еще стоят очень большие амбициозные задачи по созданию очень большого количества рабочих мест. Для нас потери рабочих мест, остановка предприятий, прекращение зарабатывания людьми для поддержки своего существования, своих семей – это, конечно, очень серьезный вопрос. Поэтому это, кстати, является одной из целей, почему большая группа во главе со мной, я не один по областям езжу. Нас очень много. Мы, кстати, стараемся соблюдать все требования карантина, понятно. И то, что я сейчас с вами здесь общаюсь без маски, допустим, это потому что я здесь один в комнате, и ее продезинфицировали до этого. И группа наша, причина, почему мы ездим, именно заключается в этом. То есть мы стараемся использовать как системные меры поддержки сейчас. Мы же сейчас говорим больше об экономике, о бизнесе, о торговле, об инвестициях. О системных мерах вы знаете. Это создание антикризисного фонда, это целый ряд льгот, целый ряд поблажек для бизнеса и так далее. Чтобы снизить или вообще пока временно перенести какую-то финансовую нагрузку, фискальную нагрузку и так далее на бизнес. И наряду с системными, естественно, мы в этих условиях, а эти условия, они практически, ну, можно назвать, что чрезвычайные, экстраординарные. Мы вынуждены предпринимать точно такие же экстраординарные или неординарные, нестандартные. Меры поддержки бизнеса, вот как раз-таки в этих условиях можно использовать некие механизмы ручного управления. И, кстати, мой опыт последних полутора месяцев показывает, что это все-таки работает. Поэтому мы настроены оптимистично. Я вам скажу, приведу пример. Как только у нас ввели требования по карантину 16 марта текущего года, у нас ежедневные, допустим, объемы экспорта товаров из Узбекистана упали в пять раз. Буквально за один-два дня в пять раз. А после того, как мы начали системно предпринимать определенные меры, это, во-первых, вышел указ президента о поддержке и населения, и бизнеса в стране. Затем была создана специальная комиссия во главе с премьер-министром, которая с момента создания ежедневно, каждый день утром в восемь часов, рассматривает очень оперативно все возникающие вопросы. То есть это очень такой механизм живой получился. Ну и, конечно, мы со своей группой тоже по поручению президента ездим по регионам. Я вам могу даже, если вам интересно, вот просто в виде примера. Мы проехали пока что вот сейчас, Каракал-Пакстан у нас был 12-м регионом из 14-ти, где мы поработали очень-очень плотно. Со мной вместе ездят руководители министерств, ведомств, руководители десяти крупнейших коммерческих банков, руководители Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, Государственного таможенного комитета, ну и всех тех ведомств, которые так или иначе, с которыми сталкивается наш бизнес ежедневно. И мы ездим, мы проехали 12 регионов, остались только город Ташкент и Ташкентская область, но я вот поручил своим заместителям по министерству заняться этим вопросом, не дожидаясь, когда мы вернемся, потому что сейчас мы в Харезинской области уже в третий раз, к примеру, вчера вечером приехали. И 12 регионов мы, значит, во время своих выездов адресно встретились и обсудили, значит, ситуацию, изучили прямо на месте, на предприятиях, на фермах 7 726 крупных и средних наших предпринимателей, которые реализуют инвестиционные проекты, причем зачастую совместно с иностранными партнерами. Вот, не всегда, но зачастую. Я вам просто приведу пример, значит, 7 726 предпринимателей, из которых 2549 предпринимателей сообщили, ну, то есть мы выявили вот у этого числа предпринимателей наличие определенных серьезных проблем, и решение которых потребовало незамедлительных действий с нашей стороны. Могу привести пример. Значит, 221 предприниматель, значит, пожаловался нам, что не может получить земельные участки, не в целом не может получить, а вот в того либо размера, либо в том месте, где ему хотелось бы их получить. Исходя, вы знаете, что у нас сейчас прозрачная процедура введена, вот, мы решили эти вопросы очень оперативно, то есть все эти вопросы были решены. 816 хозяйствующих субъектов, значит, заявили, что и выявили мы, что у них есть проблемы с финансированием, и мы очень оперативно вместе с коммерческими банками были вынуждены, значит, не были вынуждены, а мы оказали им содействие, были выделены кредитные средства почти на 3 триллиона суммах. Понятно, что это не, как это, ну, то есть у нас вот есть терминология, да, directed lending, то есть когда правительство заставляет государственные банки давать, кредитовать государственные же предприятия. Это, естественно, не тот случай, это случай, когда мы поддерживаем частный бизнес со всеми соблюдением всех требований, всех нормативов по обеспечению. Другое дело, что мы помогаем им. Вы знаете, что у нас есть фонд поддержки предпринимательства, который берет, допустим, на себя компенсацию определенной части процентных, выплат по кредитам. Либо есть у нас механизмы, которые позволяют прогарантировать определенную часть обеспечения по кредиту, когда у предпринимателя не хватает этого, и так далее. То есть вот такой вариант. Потом, вот я сейчас смотрю, у меня здесь 987 предпринимателей запросили поддержки в пролонгации кредитов, в основном процентной части, но были и немало предпринимателей, которые попросили помочь им пролонгировать часть основного долга по кредитам. Общая сумма этих кредитов составила больше 4 триллиона сумм, 4 триллиона 120 миллиардов сумм, и пролонгированная часть этих кредитов составила триллион 154 миллиарда сумм. То есть банки наши сознательно на полгода пролонгировали вот эту часть. Вы знаете, что это было предусмотрено, в принципе, в пакете мер, но наша задача была убедиться, что вот эта поддержка системная, которую утвердил президент и правительство, она именно доходит до своих адресаторов. Ну, помимо этого, целый ряд вопросов. То есть выяснилось, что 85, допустим, предпринимателей, это большие предприятия уже, буквально, которые вот-вот должны были начать свою деятельность. Там, значит, в силу вот этой пандемии, значит, появилась потребность показания соотделий в том, чтобы специалисты из-за рубежа приехали сюда, либо это для монтажа оборудования, инженеры, технологи, там, ну, еще различного профиля абсолютно специалисты. И мы вот до сегодняшнего дня уже нам удалось при поддержке специальной комиссии под руководством премьер-министра решить эти вопросы. Допустим, вчера вот я был в Каракал-Пакстане, туда приехало позавчера 40 с лишним специалистов из Китая, которые до этого были доставлены нами спецбортом в Ташкент, они провели две недели в карантине, посидели, все нормально, не подтвердилось у них никакой инфекции. И вот они приехали, и уже за счет того, что они приехали, семь больших, серьезных проектов по созданию, кстати, градообразующих производств для тех районов, где они реализуются сейчас, они опять возобновили свою деятельность и по монтажу оборудования, по введению в эксплуатацию этих предприятий. Я думаю, что в ближайшие два месяца эти предприятия тоже начнут работать. Это вот, допустим, что касается, ну, там были вопросы по подключению к коммуникациям, по инфраструктуре, все эти вопросы мы, конечно, вместе с органами местной власти тоже решили, либо сейчас решаем. Помимо этого, мы, конечно, отдельно решили рассматривать проблемы предприятий-экспортеров. Сегодняшняя ситуация, это особенно важно. Потому что мы понимаем, у всех есть четкое понимание, что снижение объемов экспортной выручки, это, безусловно, напрямую завтра будет влиять на определенные макроэкономические процессы. Вы меня в этом смысле очень хорошо понимаете. Поэтому очень большой упор в нашей работе мы делаем на поддержку экспортной деятельности. И вот могу тоже вам буквально несколько цифр дать. Мы в 12 регионах изучили деятельность всех 1950 экспортеров, которые функционируют вот в этих 12 наших регионах. Это все области, кроме Ташкентской и Республики Каракал-Покстан. Изучив, то есть мы встретились буквально физически с каждым из них. Побывали на каждом предприятии. И мы для себя выявили, что у 673 экспортеров есть реальные проблемы, из-за которых они не могут сейчас возобновить свою деятельность, либо выйти на полную мощность и так далее. Значит, у нас получается, допустим, 209 экспортерам мы оказали содействие в выделении 630 миллиардов сумм кредитов на пополнение оборотных средств. Понятно, что без предэкспортного финансирования, без поддержки, без оборотных средств экспортерам практически невозможно сейчас осуществлять свою деятельность. Еще 141 экспортеру мы, вот как в случае с инвестпроектами, мы помогли, значит, с пролонгацией кредитов, которые они раньше получили у банков, на общую сумму 1 триллион 400 миллиардов сумм, из которых, значит, 250 миллиардов, вот как раз эта часть, которую мы пролонгировали. Это либо проценты, либо основной долг. Также мы постарались ускорить процедуру получения, значит, нашими экспортерами сумм ранее заплаченного налогу на добавленную стоимость, вы знаете, что она возвращается. И мы сейчас практически наладили механизм, когда полностью вся эта процедура проходит буквально за два дня, максимум три дня. У нас вот таких экспортеров набралось 73 предприятия, и мы им вот за эти буквально последние, наверное, три недели где-то, они получили из бюджета возврат НДС на сумму почти в 300 миллиардов сумм. Это, конечно, им тоже помогает пополнить их оборотные средства, и, кстати, снизило определенную нагрузку с наших коммерческих банков. Ну, знаете, изначально у нас, ну, то есть мы сразу взяли ситуацию, попытались взять ее под контроль, потому что мы поняли для себя одно, что нам нужно обеспечить соблюдение всех требований карантина и норм, но в то же самое время попытаться сделать так, чтобы наши предприятия продолжали свою деятельность. И, кстати, наши предприниматели стали использовать очень много нестандартных приемов и методов. В качестве примера могу сказать, что, допустим, я вот был на предприятии, где они буквально сделали карантинную зону на территории всего предприятия, значит, создали там условия для жизни, деятельности, для питания своих работников, и они вот вахтовым методом на неделю, либо на 10 дней, либо на 2 недели приходят работники, значит, живут там, питаются, работают, потом их сменяют другие, то есть чужие люди туда не подпускают, меня тоже не пустили, вот, как заместитель руководителя правительства. Я, в принципе, не возражал, я поблагодарю вас наоборот. Поэтому кто-то еще какие-то меры предпринимает, но вот вы знаете, что по поручению президента сейчас вот разработаны конкретные, буквально вот на днях, я не знаю, сегодня или вчера их опубликовали, и в интернете они есть, конкретные требования к предприятиям, и не только к предприятиям, а вообще к организациям, которые сейчас возобновляют свою деятельность, требования с точки зрения соблюдения норм вот этих вот карантина и правил, которые обеспечат нам безопасность в части сохранения здоровья и недопущения инфицирования работников вот этих вот предприятий, организаций, либо посетителей. Поэтому мы уверены, что это нам, конечно, позволило сейчас удержать определенные темпы в объемах производства, темпы в объемах экспорта. Хотел бы отдельно отметить, что, допустим, мы ежедневно мониторим ситуацию по всей республике с точки зрения деятельности предприятий-экспортеров, например. То есть у нас мы создали такую временную, конечно, систему, которая позволяет нам при задействовании заместителей, руководителей региона, заместителей хакимов по инвестициям и внешней торговле, работников региональных подразделений генеральной прокуратуры, вместе они работают и снабжают нас информацией по ситуации с каждым экспортером, и мы каждый анализируем. Могу вам привести тоже пример. Вот, допустим, 7 апреля у нас произошел такой пик, когда 34% всех экспортеров в Узбекистане не работали. Сегодня этот показатель составляет порядка, ну, чуть меньше 9%. У нас 9% экспортеров где-то не функционирует сейчас. Остальные работают, но это не значит, что они работают на полную мощность, безусловно. Поэтому, я думаю, это можно понять. Но мы сейчас стараемся, как правительство, и было очень много поручений и инициатив со стороны президента страны, о том, чтобы мы создали условия, в которых предприятиям будут заинтересованы работать, где-то, может быть, в три смены, где-то еще какие-то... сделать им послабление и удобство. Поэтому вот эти все меры позволяют нам сказать, что, в принципе, я думаю, что, безусловно, самый-самый тяжелый период он сейчас. То есть вот май, июнь – это будет очень тяжелый период для нас в части и привлечение инвестиций. В принципе, мы все время периодически, я сам лично, мои заместители по министерству, значит, коллеги из Министерства иностранных дел, а вы, наверное, знаете, что у нас очень сейчас такое вот нестандартное тоже было принято решение со стороны руководителя страны, что Министерство иностранных дел координируется сейчас тоже мной, то есть заместителем премьер-министра. Но это сделано именно, чтобы была у нас сопряженность в осуществлении внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии. Потому что без этого, ну, очень тяжело будет нам добиться тех результатов, которые, тех задач, которые перед нами стоят. И мои коллеги из различных ведомств, помимо моих заместителей, мы продолжаем выходить на связь, общаться с нашими партнерами, с иностранными инвесторами. Я сам лично проводил видеоконференции с нашими партнерами из Соединенных Штатов Америки, из Федеративной Республики Германии. Другие мои коллеги работают. И нам это дает оптимизм, потому что, в принципе, наши партнеры, ну, пока еще ни одного случая нету, когда инвестор, который уже хотел реализовать какой-то проект, отказался бы и сказал, извините, из-за коронавируса, из-за пандемии, я, к сожалению, не могу это реализовывать. Это дает определенный оптимизм. В то же самое время мы реалистичны, и мы сейчас стараемся выстроить различные стратегии, базируясь на различных сценариях развития процессов мировой экономики, международной торговли под влиянием вот этой пандемии. Я очень много говорю, поэтому вы меня перебивайте, прерывайте. Нет, вы здесь как раз для того, чтобы вы как раз много говорите. Очень большое спасибо за такой подробный рассказ о том, как вы сейчас работаете с бизнесом, это действительно интересно и важно. Единственная такая небольшая ремарка, да, в условиях кризиса это такая, очень важно принимать нестандартные решения и неизбежные, неизбежные, которые называются в ручьем управлении. Я знаю, что вы хотите сейчас сказать. Вы хотите сказать, не приведет ли это нас к тому, что мы откатимся опять вот в тот период, когда мы 25-26 лет занимались так называемым ручным управлением и только-только сейчас у нас начали запускаться за три последних года некие, ну, какие-то хорошие механизмы, да, когда мы хотим придать системность очень многим процессам. Не создаст ли это соблазн у государственных служащих вернуться в прошлое, да, как, если так можно сказать. Наверное, ваш вопрос в этом, да, заключается, ремарка ваша? Я, Дислав, Сигната хотел спросить, вы очень близкая, поэтому вы хороший вопрос сами себе задали, ответы. Отвечайте тогда, если вы. Я вам скажу так, что мы отдаем себе четкий отчет, у нас четко есть понимание того, что, безусловно, это экстраординарные меры, экстраординарные методы, неординарные, нестандартные, нетрадиционные, и мы вынуждены идти на это с тем, чтобы обеспечить адресную и конкретную поддержку бизнесу и хозяйственным субъектам, поэтому и субъектам международной торговли. Я считаю, что это никоим образом не означает, что мы, как говорится, все, что нет ничего более постоянного, чем временное, но я думаю, что это не тот случай, поэтому я уверен даже, потому что мы продолжаем свою работу, мы продолжаем системную работу, мы продолжаем работу, как мы планировали и раньше, и наши поводы по тем стратегическим направлениям, то есть это и улучшение инвестиционного климата, это и наше взаимодействие с нашими консультантами, техническая помощь продолжается в наших хороших международных и иностранных партнеров, в части улучшения законодательства, улучшения процедур, политик, в части борьбы с коррупцией, в части обеспечения прозрачности различных процедур и процессов, особенно закупок, тендеров и так далее. Работа продолжается системная, постоянная, мы ни на секунду не прерываемся, и мы считаем, что нам вот эта ситуация не дает права сейчас в чем-либо использовать эту же ситуацию в качестве повода, почему мы не можем или не сможем реализовать какие-то заранее запланированные меры дальнейшего реформирования, дальнейшей трансформации экономики, дальнейшего улучшения инвестиционного климата, поэтому я абсолютно не считаю, что это откат или что-то в этом роде. Это необходимые меры сегодня. Я тоже понимаю, я, например, тоже, понятно, я такой же человек, как и все, поэтому я и мои коллеги, которые со мной ездят по регионам, мы тоже понимаем, что это риск, что это всегда безопаснее, конечно, сидеть дома или хотя бы в кабинете в Ташкенте, но у нас, мы считаем, что нет выхода и сейчас бизнес очень нуждается в этой поддержке. Вы знаете, я, ведь я уже, вот я говорю, что по некоторым регионам уже повторно езжу и когда я вижу, что я приезжал в прошлый раз и предприятие стояло, по сути, и сегодня, когда мы повторно приезжаем, здесь уже идет работа, безусловно, с соблюдением максимальных этих вот требований по безопасности здоровья людей, то, конечно, я убеждаюсь в том, что эти временные меры, они очень востребованы сейчас и они очень нужны, но я не считаю, что я думаю, что как только вот эта ситуация с пандемией завершится, понятно, что негативное влияние этой ситуации на мировую экономику и, соответственно, на наши экономические процессы, на нашу ситуацию, оно не закончится с завершением периода карантина или с завершением самой пандемии. Это понятно, но, по крайней мере, сегодняшние меры, они нам позволят минимизировать тот ущерб, который вот эти негативные процессы могут нанести нашей экономике, нашим хозяйствующим субъектам. В конце концов, конечной целью является недопущение резкого снижения уровня жизни людей, потому что они работают, я вот езжу по регионам. Знаете, я приехал на одно предприятие, очень, ну, не буду говорить где, не буду говорить какое предприятие, и это был как раз момент, когда была пересменка, то есть одна смена, это текстильное предприятие, большое очень, там много тысяч людей работают, и вот пересменка, и в основном женщины. Женщины, и они увидели, что мы пришли, понятно, что там карантин, мы должны пройти определенную, одеть определенную защитную одежду, и так далее. И пока вот это, мы вот с этим вот разбирались, при входе, вот на проходной, эти женщины стали подходить к нам на безопасное расстояние, два метра, и в масках, вот, и стали задавать один и тот же вопрос. Они говорят, скажите, пожалуйста, надеемся, я надеюсь, что вы не планируете закрыть наше предприятие, мы очень надеемся, что вы не закроете его, понимаете? Поэтому здесь очень тонкая, тонкая грань, то есть мы должны, безусловно, обеспечить безопасность людей, здоровье, не допустить распространение вируса, но понимая сегодняшнюю ситуацию, мы понимаем, что у нас есть четкое осознание, что вот эти меры ручного управления, они сейчас просто необходимы, и, кстати, это не ноу-хау Узбекистана, то есть меры ручного управления сейчас используются повсеместно и тотально во многих странах, если не во всех практически, разве что кроме тех, где каким-то чудом коронавирус обошел стороной, и я думаю, что это нам как раз поможет смягчить вот эти негативные влияния, негативные последствия, а по мере того, как эта ситуация будет улучшаться, мы, естественно, будем потихонечку отказываться от этих мер нестандартных и мер ручного управления. Мы будем надеяться, что, естественно, это не войдет в привычку, и наши правительственные чиновники от них будут откажутся, когда возникнет необходимость это сделать. Юрий Батюльевич, я прошу прощения, я вам еще один факт скажу. Вот каждый вечер я вынужден, где бы я ни был, в каком районе, в области, в городе, я вынужден буквально на полчаса сорок минут проводить такую видеоконференцию, знаете, с коллегами. Иногда у нас набирается там человек под сто. И я все время в конце извиняюсь и говорю, что, вы знаете, я сам ненавижу все эти многочасовые завещания, абсолютно говорильню там какую-то, если она тем более не по теме или несущественно. Но сейчас ситуация такая, что мы вынуждены быстренько обмениваться информацией, выявлять какие-то проблемы, раздавать поручения, договариваться о том, как мы будем действовать. Поэтому это все экстраординарно. И я вам должен сказать, я это делаю уже почти пять недель. Мне это в привычку не вошло. Каждый раз я это делаю без любви, скажем так, к этому делу. Так что не переживайте. Я хотел бы обратить внимание еще на один такой, может быть, неожиданный момент этого ручного управления, с которым мы столкнулись. Вы упомянули, что одна из острых проблем это проблема уделения земли. Но эта проблема, она возникла не в период коронавируса, а на самом деле уже достаточно, ну, постоянно, скажем так. И очень хорошо, что пусть даже в таких чрезвычайных условиях, ну, вы и правительство обратили внимание на эту проблему. Да, ее приходится, иначе невозможно сейчас решать в ручном управлении, но я надеюсь, что это приведет к тому, что возникнет четкое понимание, что это системная проблема, как и проблема в целом защиты прав собственности и, так сказать, проблемы использования земли. И в конце концов вы приведете к тому, что от ручного управления надо создать систему, которая бы это все решает. Я вас уверяю, это действительно очень... Нам к этому не надо приходить, мы уже к этому пришли давно, мы знаем, мы осознаем, что нам это нужно. Более того, как человек, который отвечает в правительстве за привлечение иностранных инвестиций, в целом за блок инвестиций, но его одним из таких важных компонентов является привлечение именно иностранных инвестиций. Мы понимаем, что инвестиционный климат, к примеру, это понятие такое очень большое, комплексное, у нас очень многие коллеги раньше этого не обращали что-ли внимания или не задумывались об этом. Мы где-то с прошлого года, с момента, когда создали наше министерство инвестиций и внешний торговля, мы очень четко ставим этот вопрос, ставим эту задачу о том, что должно быть четкое понимание у коллег моих в правительстве, что инвестиционный климат состоит из очень многих компонентов. и это очень широкий, широкий такой спектр понятий, начиная от, я прошу прощения, не знаю, от стабильности и адекватности судебной системы, скажем, и заканчивая уровнем коррупции общества. Поэтому это все взаимосвязано. Вы не думайте, что мы тут откатились куда-то там, в 20 век, и сейчас мы решили, нам очень понравилось в режиме ручного управления работать. Абсолютно нет. У нас четкое понимание, мы идем к этому, мы продолжаем, как я выше говорил, полномерную работу. Вы знаете, что у нас сейчас создана новая площадка, которая называется Совет иностранных инвесторов при президенте. К сожалению, пока еще нам пленарной сессии провести не удалось. Мы планировали первую пленарную сессию провести в марте, буквально за один день до открытия нашего первого ташкентского международного инвестиционного форума. Вы знаете, что оба этих мероприятия сейчас мы перенесли на ноябрь. И эта площадка, но у нас там есть такая возможность проводить промежуточные сессии, промежуточные заседания этого совета. И по положению, которое утвердил президент, эти промежуточные сессии провожу я. А пленарные сессии раз в год или раз в два года проводит сам президент страны. И мы уже начали проводить, мы два раза провели промежуточные сессии. Возможно, до ноября мы проведем еще одну промежуточную, чтобы подготовиться, чтобы понять те вопросы, которые беспокоят иностранных инвесторов, наших партнеров. И знаете, проведение вот этих двух сессий, оно очень нам сильно помогло. Мне в частности. Потому что помимо этих самих сессий, мы после первой сессии установили живое общение, живой контакт буквально с основными игроками, причем не только действующими на рынке Узбекистана иностранными инвесторами, но и перспективными, а также аудиторскими компаниями, юридическими международными компаниями, международными организациями, которые также нам помогают в улучшении инвестиционного климата. Мы в разных форматах с ними общаемся. Я сам лично участвую там в целом в ряде групповых чатов, в Телеграм, ватсап, где мы все это обсуждаем. И это дало нам четкое понимание того, на что мы должны обратить внимание сейчас. И, значит, у нас по поручению президента при вот этом вот совете иностранных инвесторов мы договорились, что мы создадим нашу межведомственную отдельную платформу, где мы будем обсуждать с нашими коллегами не только из экономического или инвестиционного блока в правительство, а с коллегами из судебной системы, я не знаю, из правоприменительных органов, из других каких-то структур, тех, которые отвечают за то, что вы сейчас упомянули, отношения в земельном вопросе, в отношении собственности, гарантия прав собственности и так далее. То есть здесь очень много вопросов. И мы вот эти вопросы продолжаем обсуждать, продолжаем системно работать. Я, даже находясь вот в регионах, например, провожу все равно те рабочие группы какие-то, которые у нас есть, которые я возглавляю, их заседание, мы обсуждаем вопросы, мы в том числе стратегического характера. То есть мы абсолютно не зациклены и не замкнуты на мерах ручного управления. Есть четкое понимание, что это временно и мы должны от этого отказываться. Хорошо, это обнадеживает. Прежде чем мы вернемся опять к кондиционному климату, который вы уже несколько раз справедливо упоминали, еще два горячих вопроса. Мы сейчас берем достаточно много кредитов. Ну, прежде всего, международных организаций, я так понимаю, на небольшие красоты ставки, что хорошо. И я так понимаю, что при вашем активном содействии участия в этом процессе. Вы сейчас сделаете меня врагом половины нашего общества. Не говорите, что при моем участии. Нет, я же посчитываюсь. Вы же знаете о тех стереотипах, которые пока у нас, к сожалению, существуют. Ага, извините. Да, но это дешевый кредит. Это не те дорогие, которые мы брали на коммерческих условиях. Но в связи с этим как раз два вопроса. Во-первых, куда эти кредиты деньги будут направляться? Из чего мы их берем? И, во-вторых, не существует ли риск, или, так сказать, это оправданный риск, управляемый риск, что мы наберем эти кредиты, даже если они дешевые, сразу их надо упрощить. Мы влезем в долги, потом будем очень тяжело своих, так сказать, обновлений. Очень правильно поднимаете вопрос. Почему правильно? На мой взгляд. Потому что это та тема, которая очень серьезно волнует, мне кажется, всех наших соотечественников. По крайней мере, судя по активности наших соотечественников в социальных сетях, я тоже, когда есть время, иногда смотрю, чтобы не отрываться, так сказать, быть в курсе того, что обсуждают наши соотечественники, участники социальных сетей. Ну, во-первых, надо сказать, что, безусловно, вы, тем более, это знаете лучше, наверное, многих, в том числе, может быть, даже меня, что правительство и государство должны очень внимательно, очень осторожно и очень консервативно подходить к внешним заимствованиям. Это не оспаривается, это однозначно, это есть четкое понимание на всех уровнях сегодняшнего власти, если так можно сказать, начиная от главы государства и до клерков в министерствах, ведомствах. Другое дело, что какой он оптимальный уровень заимствования? Ну, есть, понятно, что есть определенные методики и так далее. Ну, не мне вам говорить, что, допустим, уровень внешнего долга Узбекистана, допустим, на конец прошлого года, да, он вырос очень серьезно по сравнению с годом ранее. Очень серьезно, там в разы. Но в то же самое время надо понимать, что в целом этот уровень, он достаточно на очень таком консервативном уровне. Ну, извините за автологию. Вот, на таком, ну, он у нас довольно-таки на хорошем, на хорошем уровне, то есть он не находится в зоне риска. Тем не менее, прошу вас обратить внимание на то, что в прошлом году уже парламент по значит рекомендации по представлению президента и правительства впервые начал внедрять практику ограничения внешних заимствований на каждый фискальный год. И в этом году мы впервые живем вот сейчас в условиях, когда вот этот лимит или кап такой установлен. А другое дело, что, конечно, сейчас ситуация с пандемией и здесь мы, возможно, сейчас будем пересматривать этот лимит. Но даже этот лимит, он установлен на том уровне, когда, то есть, если мы его даже полностью заполним в этом году, то все равно уровень заимствования будет достаточно контролируемым и, я бы сказал, безрисковым уровнем. Но вы очень правильно ставите вопрос. Вопрос заключается не в том, брать или не брать взаймы государству. Вопрос заключается в том, что если брать, то, первое, куда направлять эти средства? И второе, как их использовать? Какие процедуры? Какие закупки? и, самое главное, какой эффект или результат от этого использования внешних заимствований? Понятно, что в наших условиях сегодня, вы знаете, я езжу по, опять-таки, выше говорил, по регионам и вижу то упадочное состояние, в котором находится как социальное, так и производственное и коммуникационная инфраструктура в нашей стране. То есть социальное это образование, это здравоохранение, это все, что с этим связано, а остальное, остальные компоненты, это понятно, это водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, качество и состояние дорог, это системы водоочистки или канализации и все, что с этим связано. Это напрямую вот этот низкий уровень или же неудовлетворительный уровень развития вот этой инфраструктуры, это напрямую влияет, во-первых, на качество жизни людей, а во-вторых, на экономические возможности нашей страны и на в том числе привлечение инвестиций. То есть это все взаимосвязано, поэтому важно, на мой взгляд, во-первых, делать суверенные заимствования в рамках допустимых объемов, которые должны очень тщательно и внимательно изучаться и устанавливаться в качестве ограничения лимиты, во-вторых, нужно направлять эти средства в первую очередь на развитие инфраструктуры, базовой инфраструктуры и на развитие тех, или на значит использовать их на те расходы по социальным направлениям образования, здравоохранения, еще какие-то необходимые расходы в этом направлении, на которые, к сожалению, сегодня пока еще государство не может выделить достаточных средств из государственного бюджета. Понятно, что это должны быть так называемые мягкие кредиты, то есть долгосрочные и с минимальными процентными ставками. Я думаю, что нам очень серьезно нужно сейчас работать над процедурами и процедурами и процессами, которые сопутствуют использованию этих средств. это очень важно. Но сейчас в условиях пандемии вы, наверное, задаете этот вопрос, потому что я очень активно общаюсь с коллегами из международных финансовых институтов, мы обсуждаем потенциальные возможности для привлечения срочных средств. Мы их привлекаем в целом на четыре направления сейчас. Первое, это непосредственно расходы, связанные с здравоохранением, то есть борьба с COVID-19, создание условий для лечения людей либо обеспечение карантинных условий, это закуп необходимого оборудования, например, ИВЛ, аппарат искусственной вентиляции легких. Но мы не ограничиваемся только закупом, мы сейчас уже работаем над локализацией производства ИВЛ, и мы очень надеемся, что нам удастся где-то к августу выйти на первое производство, мы очень серьезно сейчас работаем над этим, закуп того, что очень нам нужно сейчас для того, чтобы бороться с последствиями пандемии, с распространением вируса. Это первое направление. Второе направление это поддержка частного сектора, поддержка малого и среднего бизнеса, но здесь хочу обратить ваше внимание, те средства, которые мы привлекаем у международных финансовых институтов в первую очередь, они не являются суверенными заимствиями. То есть это кредитные линии без гарантии правительства, которые рефинансируются через наши коммерческие банки и рефинансируются проекты и расходы в том числе на оборотные средства субъектов частного бизнеса, предпринимательства, малого и среднего бизнеса, экспортеров и так далее. Это второе направление. Третье направление – это как раз вот то, что я говорил про инфраструктуру. То есть это инфраструктурное направление, но здесь в условиях пандемии немножко нужно внести еще ясность. Здесь есть такое, например, нестандартное направление, как поддержка предприятий коммунальной сферы в регионах. То есть если сейчас у нас будет предоставляться, скажем, отсрочка в оплате коммунальных услуг, скажем, населению или бизнесу и тому и другому сегменту, то это очень негативно может повлиять на финансовую и экономическую ситуацию в предприятиях коммунальной сферы, особенно региональных. И в этом случае мы подстраховались, мы ведем переговоры о том, чтобы вот в таком случае мы тоже могли использовать определенные средства для того, чтобы поддержать эти предприятия с тем, чтобы после того, как они выйдут на нормальный режим работы, они эти средства вернули. И, наконец, четвертое направление – это меры бюджетной поддержки. То есть это привлечение суверенных заимствований для поддержки государственного бюджета нашей страны, потому что на бюджет сейчас налагается целый ряд новых, неожиданных, незапланированных ранее обязательств, связанных и с поддержкой здоровья населения, и с социальной поддержкой уязвимых слоев, и очень много, вы знаете, что у нас сейчас строится очень много медицинских учреждений, причем очень быстро, или же карантинных зон, скажем, и так далее. Все это требует определенных расходов, поддержка бизнеса, пролонгация определенных обязательств финансовых бизнеса. Это все, безусловно, ложится определенным бременем, причем очень серьезным, серьезного объема на бюджет. И вот в этот период нам нужна, конечно, поддержка, и наши партнеры готовы ее оказать. Это очень мягкие кредиты, то есть очень долгосрочные и очень дешевые средства, которые мы должны сейчас просто получить для того, чтобы все функции, которые государство должно выполнять, и те обязательства в части поддержки антикризисного пакета мер, чтобы они были выполнены. Вы знаете, история показывает, что это зависит от страны к стране, это разница, конечно. Безусловно, есть безрисковый вариант, то, в принципе, чем мы практически, ну, не полностью, конечно, но практически мы этим занимались 25 лет. То есть мы старались практически не заимствовать. По крайней мере, даже если мы заимствовали, то мы об этом не говорили и очень любили бить себя в грудь и говорить о том, что мы чуть ли не единственная страна, не знаю, где в регионе, в мире или еще где-то на континенте, у которой нет внешнего долга. Хотя это было не совсем правда. Совсем так, скажем так. Ну, есть страны, которые следуют этому пути. В истории были, и сейчас есть. И здесь всегда стоит вопрос, насколько это правильно. Либо, а есть другая крайность, когда страны попадают в долговую яму, и вынуждены, там уже идет такой, знаете, эффект домино, что ли, когда все это вот разрастается, и уже нет другого выхода, и кризисные явления чередуются одно за другим, и они вынуждены занимать, занимать, и занимать, и в итоге нет четкой стратегии, нет каких-то ограничивающих механизмов, инструментов, и это, конечно, приводит к ситуации, когда стране в перспективе, причем довольно обозримой, придется столкнуться с очень серьезными проблемами по выполнению обязательств, по выплате этого внешнего долга. Я считаю, что истина где-то посередине. То есть мы должны сбалансировано стараться привлекать, но привлекать адресно, привлекать туда, где это наиболее нужно, и где это даст конкретный экономический эффект. В части увеличения количества рабочих мест, выплат в бюджет, объемов производства, объемов экспорта, ну и так далее, и так далее, объемов торговли. Поэтому я считаю, что если вот в таком направлении работать и двигаться в части суверенных заимствований, то в принципе это как раз тот путь, который сейчас в Узбекистане выбран. Я думаю, что мы, как ответственные люди, естественно, должны это понимать. Знаете, откуда у нас это? Я думаю, что в нашем обществе до сих пор вот мы очень долго, как я выше говорил, били себя в грудь и хвалились, что мы понимаете, никому ничего не должны. Это как, знаете, в том анекдоте мы 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 бедные, но гордые, да? Или мы гордые, но бедные. А есть страны, которые очень успешно реализовали модель суверенных заимствований с правильной системой, с правильной значит, с правильными лимитами, которые были установлены, с правильной системой сдержек и противовесов, и они добились очень больших успехов. Поэтому, а есть страны, которые, в принципе, старались это делать, но ничего не добились. Есть абсолютно разные кейсы, потому что это не единственный компонент, который влияет на успех. Это один из. Поэтому мы хочу только единственное заверить вас, а через вас тех, кто, может быть, переживает, что мы такие же, я лично такой же гражданин из Пакистана, члены правительства такие же граждане, и понятно, что мы все переживаем о будущих поколениях, о наших детях, внуках, поэтому никто не ставит задачу вогнать их в кабалу или в какую-то тяжелую долговую яму. Поэтому я думаю, что вот этот забалансированный подход, он наиболее оптимален и наиболее эффективен, особенно в условиях Узбекистана сегодня, когда мы, к сожалению, за 25 лет упустили очень много времени, если говорить откровенно, в части и реконструкции, и создания инфраструктуры, и поддержки наших социальных сфер, образования, здравоохранения. Здравоохранение, как бы, оно вот, вот то, что у нас было здравоохранением, нам сейчас приходится наверстывать именно в этих условиях пандемии, вы уже тоже понимаете, я думаю, все это видят, и я не знаю, правда ли это, но все всегда говорят, что китайский иероглиф кризис и китайский иероглиф возможностей одно и то же, я не знаю, так ли это, но мне всегда об этом, очень часто об этом говорят по телевидению, в интернете, если это так, то это, я думаю, что правда, потому что вот этот сегодняшний кризис, он открыл нам глаза на очень много, он открыл нам глаза на то, что мы по сути делали упор не на то, что нужно было и не обращали внимания на очень нужные и важные сферы, которые нужно было развивать, в которые нужно было вкладывать инвестиции, причем и частные, и государственные, и иностранные, поэтому я думаю, что наш президент на днях несколько раз повторил одну фразу о том, что из условий пандемии мы, Узбекистан, выйдем более сильными или должны выйти более сильными, имеется в виду, конечно, что мы должны осознать те свои ошибки, которые у нас были раньше, либо те направления, на которые мы не обращали внимания, а оказалось, что они очень важные, если не самые важные, поэтому я думаю, что вот в этом направлении мы сейчас как раз и двигаемся. Я очень надеюсь, что мы действительно пойдем в эту золотую середину, сумеем славировать и извлечь максимальную пользу от иностранных кредитов и при этом не впасть в большие долги, не впасть в голую яму, но вот с точки зрения доверия к тому, что делает правительство, с точки зрения еще не менее важной эффективности использования бюджетных средств, мы с вами как-то в частной беседе будем говорить, очень важна административная рекорда, потому что, во-первых, использование бюджетных средств не ваше даже, взятое кредитные линии какие-то, либо это налоги, которые мы заплатили, либо еще какие-то источники, они должны использоваться прозрачно для населения, для людей, для общества, для специалистов. А с другой стороны, должна быть обратная связь правительства, государства с населением, чтобы лучше понимать, куда их использовать. Вот вы действительно обозначили очень такие болевые точки, например, с инфраструктурой, с медициной, с образованием, но это общее направление, понятно, что надо инвестирует, вот чтобы знать конкретно, как, и плюс еще должен быть контроль со стороны общества, чтобы эффективно использоваться, не просто, грубо говоря, развороваться. Безусловно. Для этого нужна очень важна административная реформа. А это я подвожу к следующему вопросу, уже, так сказать, у нас стало время таких специалистических вопросов. Это вопрос, связанный с инвестиционным клиентом, о котором вы говорите. вопросов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!